ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Это гаджет Внутренний Голов. Всем здрасте! Мы вернулись из отпуска. Море, солнце, девочки! А ты, кстати, где был? В подвале. А-а-а! Это ж я тебя там закрыл, точно! Ну ты не расстраивайся! И вообще, между прочим, ты теперь на работе, так что давай, начинай рассказ о первом девайсе. Эх, ладно. HTC Shift. Совершенно уникальный аппарат. Модель HTC Shift полноценный, сверхмобильный, назовем это ноутбуком. Тем более, что мощности Shift достаточно для работы с Windows Vista. А это означает, что на системе запускается вполне обычный виндовый софт от офиса до игрушек. Shift управляется с сенсорного экрана. Также в наличии мини-тачпад справа от экрана и кнопки мыши, а не слева. Можно пользоваться пером, но и пальцем рулить с системой вполне удобно. Когда аппарат сложен, это главный метод управления. Но самое классное то, что Shift можно разложить. Не просто разложить на манер слайдера, а еще и приподнять экран, поставив его под удобным углом. Раскладная конструкция – это просто прелесть. В раскрытом состоянии доступна клавиатура. Клавиши довольно крупные. После некоторой практики вводить текст удобно. В машине установлен процессор Intel A110 с частотой 800 МГц. Гигабайт оперативной памяти, 40 или 60-гиговый жесткий диск. И целая куча беспроводных адаптеров. От Bluetooth и Wi-Fi до GPRS и сетей 3G. Есть сканер отпечатка пальца, камера для видеосвязи, стереодинамики и так далее. Встроенный тест системы в Vista показывает оценку 2 балла. Неплохо. Тем более, что 2 – это оценка процессора. А по остальным тестам он набирает раза в полтора, а то и 2 больше. Но и это еще не все. Если вы покупаете HTC Shift, вы получаете встроенный КПК. Машинка может работать в режиме карманного компьютера. Если нужно всего лишь посмотреть календарь или там проверить почту, не загружать же для этого Vista. Просто нажимаем кнопку в левом нижнем углу верхней панели и оказываемся в окне, весьма напоминающем интерфейс Pocket PC. Собственно, это и есть урезанная версия Windows Mobile, которая позволяет быстренько слазить в почтовый ящик, посмотреть календарь и отправить смс. Эта хитрая функция называется SnapView. Помимо быстрого доступа, она здорово экономит заряд батареи. Прожорливая Vista съедает аккумулятор за пару часов. А если пользоваться SnapView, то время использования можно растянуть и на пару дней, запуская Vista лишь по необходимости. В общем, это аппарат с мощнейшим вау-фактором. А кроме того, удобный и хорошо продуманный. На любого любителя гаджетов HTC Shift производит просто гипнотическое впечатление. Рука буквально сама тянется к кошельку, доставая из него 43 тысячи рублей. Где ж ты раньше был с этим гаджетом? Я бы его взял на отдых, лежал бы там себе в шезлонге в Одноклассниках, ну в смысле на Геймс ТВ. А ты к себе чего не поехал? Даю намек. Подвал. А, это ж я тебя там закрыл. Ну, ты не расстраивайся. Что у нас там дальше? Trust Wireless Scroll Tablet TB4200. Беспроводной графический планшет от европейской компании Trust. Слово «беспроводной» не должно вводить в заблуждение. Планшет все равно придется подключать к компьютеру через USB. Под беспроводностью подразумевается отсутствие кабеля, соединяющего планшетку и перо. В комплекте также есть беспроводная мышка. Перо, в отличие от вакомовских, требует батарейки. Батарейка вставляется, если отвернуть верхний колпачок. Пластик хлипкий. Спустя какое-то время резьба явно сорвется, поскольку батарейки хватает всего на пару недель. Мышка ничего особенного собой не представляет. Просто для удобства. Хотя в экстренных случаях может заменить перо. Главное достоинство планшета – большой размер, позволяющий удобно перерисовывать даже листы формата А4. Кстати, есть специальная прозрачная пленка, под которую можно засовывать калькируемую распечатку. На пленку нанесены специальные сенсорные метки, обозначающие положение зон настраиваемых функциональных клавиш. Технические возможности планшета посредственные. Производитель не указывает, сколько степеней нажатия фиксируется, но по ощущениям максимум 4, что для нормального рисования явно недостаточно. Наш тестовый художник попробовал нарисовать портрет. И даже дорисовал, но очень уж сильно ругался. Кисти и курсор в процессе рисования бегают довольно быстро, а вот плавности движения не достает. Прямые линии иногда получаются ломанными, приходится замедлять движение руки. Курсор часто прыгает на 5-10 сантиметров в сторону и так далее. Может быть, виноваты драйверы, хотя мы установили самую последнюю версию. В отличие от планшетов куда более известной Ваком, трастовская модель выглядит, конечно, бледно. Но у них даже маленькие детские планшетики Bamboo стоят под 3000 рублей. А уж Intuos 3, такого же формата, как у этого траста, обойдутся 1000 в 25 минимум. А траст TB4200 в интернет-магазинах можно найти за 2500-3000 рублей. Стоит ли гоняться за дешевизной, каждый решает сам. Внутренний голос, а портрет, который сейчас в сюжете рисовали, как-то подозрительно не похож на инспектора гаджета. Вот на море меня один уличный художник нарисовал, ну очень похоже. А что там еще на отдыхе делать все? Купайся, загорайся, с девочками развлекайся. Ну, можно в клуб сгонять, на тачке с открытым верхом по набережной проехать. Скутеры, опять же, вещь полезная. Коктейли, бананы, массажи, нудисты, дайвинг, снорли. Хватит! Извини. Подвал, помню. Так, а что сам дальше по плану? Ух ты! Камера! Блин, мне вот такую камеру на отдых... Гаджет, блин! Извини. Все, молчу, молчу. Canon HF10. Это камера, которую уже давно ждали любители домашнего видео. Она относится уже к третьему поколению HD-камер, способных работать с форматом AVCHD. И на сегодня одна из лучших, способных записывать видео в форматах Full HD. Запись производится на карту памяти или встроенный флэш, емкостью 16 гигабайт. Кстати, выпускается также модель HF100, в которой встроенного флэша нет, но она стоит немного дешевле. Объектив аппарата — фирменная разработка Canon для цифровых видеокамер с 12-кратным зумом. В камере новая матрица Canon Full HD с разрешением 3,3 мегапикселя. Изображение обрабатывается графическим процессором нового поколения Digic DV2. Плюс система автофокусировки Instant AF, оптический стабилизатор и так далее. Качество картинки отличное. Canon HF10 выдает хорошую цветопередачу даже в сложных условиях. При недостаточном освещении появляются шумы, но они минимальны и совершенно не критичны для домашней видеосъемки. Аппарат удобен в работе. Все органы управления находятся буквально под пальцами, а меню не требует особых усилий при поиске нужного пункта. Часть функций вынесена на кнопки быстрого запуска. Единственный минус — хилая батарейка. Точнее сказать, сама по себе стандартная батарея довольно мощна, но энергопотребление HD-камеры, естественно, выше, чем у старых со стандартным разрешением. Да и крупный экран с диагональю 2,7 дюйма тоже требует питания. В итоге уверенно можно рассчитывать на час, максимум полтора часа съемки. Закрыть дисплей не удастся из-за отсутствия обычного видоискателя. Так что лучше сразу подумать о более емком аккумуляторе, продаваемом отдельно. Видео, отснятое этой камерой, хорошо смотрится на крупноформатной HD-плазме. Друзьям показать не стыдно. Камера легкая, около 380 граммов и удобная. Так что устройство стоящее. Правда, и цена великовата для домашней игрушки. 38-43 тысячи рублей. Я тут спросить хотел, а ты зачем полез в подвал? Картошку перебирать. А зачем я тебя там закрыл? Сказал, что пока не переберу, не выпустишь. А ты перебрал? Нет. Так какого рожна ты вылез? С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки. Пока. В подвал. А может в Бобруиск? Я сказал в подвал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok